Всем привет, с вами Андрей Браскей, играем сегодня в The Dark Picture Anthology Man of Medan. Man of Medan, кстати, это первая часть серии, вообще, судя из названия, мы получим антологию игр подобного жанра, но сейчас доступен только первый эпизод, играю я на PlayStation 4, но игрушка вообще выходила на ПК, Xbox One, ну и, соответственно, PlayStation 4. Вот, и игра от Supermassive Games, известная нам по Until Dawn, или в российской локализации она звучала как «Дожить до рассвета», игруха очень, кстати, крутая, и так как это видео будет выложено на YouTube, обязательно в описании я укажу ссылочку на прохождение Until Dawn. Там записано прохождение без комментариев, записано оно как кино, так что вам будет очень интересно просмотреть эту игрушку. Я рекомендую, потому что «Дожить до рассвета» мне очень понравилось. Не знаю, как эта игра, это первое прохождение, я буквально 10 минут ее запустил, просто освоится с управлением, и решил писать ее, знаете, как первый раз, со всеми эмоциями, со всеми незнаниями тонкостей, какой делать выбор для того, чтобы, ну, действительно, игра подарила яркие, незабываемые впечатления, и я мог поделиться ими сразу с вами. Специальные возможности, друзья, здесь нам нужно будет включить субтитры, потому что по умолчанию они не включены, потому что я буду, естественно, говорить, и могу перебивать главных героев, так, чтобы мы не упускали сюжет. Второе, будет прохождение также запубликовано на YouTube, там будет немного другой выбор, там не будет сабов и там не будет комментариев, то есть, если вам интересно, обязательно, ну, это не сейчас, позже, поищите это видео на YouTube, у меня на канале, и, в общем, будет и такой вариант для тех, кто любит, чтобы не было закадрового голоса. Тут есть несколько вариантов игры, не играйте в одиночку, это с друзьями, всех, кстати, хвалят этот режим, но такой возможности поиграть с кем-то у меня сейчас нет, поэтому мы начнем одиночную игру, начать историю для одного игрока. Давайте приступать. Итак, новая история. Китайский рынок, Южно-Китайское море. Тут также нам предлагают каноническая версия и Куратор Скат. Каноническая, это пройти историю по основному пути, а вот, получается, Куратор Скат пройти историю, выбрав другой путь, открывается после прохождения канонической версии игры. Так, загрузить историю, выбор сцены, у нас тут можно все переиграть. Это неплохо, ну, первое прохождение будет такое, знаете, как получится, так, в общем-то, и закончим игру. Скорее всего, тут... Скорее всего, тут смогут погибнуть некоторые герои, и... В общем, никто не застрахован от их гибели. В первую очередь, я, потому что... Сейчас я наклацаю, чувствую, там полягут все, а потом уже будем искать, выискивать маршруты, правильные решения, чтобы они все выжили. Наверное, как-то так. Почему я говорю, наверное, почему как-то так? Потому что, действительно, не знаю, что нужно делать, какой совершать выбор, кого надо спасти, кого, знаете, как подставить, с кем нужно беседовать, кого убить, ну и так далее, чтобы получить хороший финал. Потому что, опять же, вспоминая Until Dawn, там было несколько концовок, то есть вся группа ваших героев могла погибнуть, либо же выжить. То есть вот так. Все зависело от ваших решений, и здесь та же самая история. Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. О, стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Какой вопрос ты хочешь задать? Умею ли я? Эй, дай четверток. Зачем? Хочу узнать будущее. Поехали. Рассказывай, что меня ждет. Какой вопрос ты хочешь задать костям? Итак, используйте право-аналог, чтобы выбрать. Помолчает, любопытство, расскажите мне о моем сыне, или сомнения стану ли я богатым? Хм. А, ну расскажите мне о моем сыне. Я про сына своего хочу спросить. Он, эээ... У него все хорошо будет? Как у него сложится жизнь? Итак, дракон или бамбук нужно выбрать. Давайте. Там, кстати, дракон сердца, почему-то нарисован бамбук, мозг. Ну, давайте бамбук. Скажи мне, что ты видишь, говорит по-китайски. Так, нажмите и удерживайте R2, чтобы брать предметы. Используйте право-аналог для того, чтобы их изучить. Ну. На рыбу похоже. Угу, так и есть. На рыбу похоже. Что это значит? Угу, несет за собой такой ветер смерти страданий. Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? Особенности обновлены. Что это у нас за особенности? Ага. Есть у нас такое меню, где мы можем просматривать секреты. Опять же. Вот, значит, так. Текущее задание у нас указано. И тут отображается у нас герой, за которого мы играем. И его эмоции. Неуверенность, альтруизм, эгоизм, безрассудство. Сдержанность и энтузиазм почему-то на дальнем фоне. Также у нас тут есть моральные принципы. Это, видимо, выбор, который мы будем делать. Он здесь будет отображаться. И картины. Это найдены, по всей видимости, какие-то подсказки. Тоже они здесь должны будут отображаться. Окей. А силенок хватит? Ни нам бенида пою дата гэн хоо мою ши. Драки? А то. Дай четвертак. Тогда открою счет. Сейчас попробую. Используйте правый аналог, чтобы выбрать мишень. А R2 ударить. Ну, картинка достаточно приятная, стоит отметить. Радую то, что здесь полный перевод. Не могу сказать, что прям лучше графонии, чем в... Ок. Так, тут у нас есть такие еще какие-то ешечки. Видите, кружок и квадрат уклонятся. Не могу сказать, что лучше прям, чем в том же антилдаун. Ну, на уровне. Может, конечно, даже разрешение повыше. Я, правда, антилдаун уже давненько играл. Вот. Но там мне графика нравилась. И там было, конечно, все очень круто заточено. Ну, я имею в виду управление под игровой процесс. То есть все было классно. О, я прошел. Да, похоже, теперь я мастер каратэ. Не ожидали? Почему я в этом байке шам лампфейши-кен? Эй, Чак, нам надо... Зачем я только трачу время на этого идиота? Я хочу еще один вопрос. Слушай, нам правда пора. Что-то какие-то злобные китайцы тут. Прямо, что дед накал... Нагадал там, наколдовал каких-то бед. Что это китаянка, в общем-то, не особо такая добрая, знаете, трачу время. Но они же вроде как заплатили деньги, и у них там стоит этот игровой автомат. Напоминает начало... Ну, чем-то есть какое-то определенное сходство. Корабль-призрак, если помните этот фильм. Если не смотрели, обязательно гляньте. Очень-очень классный фильм. Такой ужастик, мистика. Вот прям... Какое-то определенное сходство есть. Там тоже были на корабле коробки. Ну, не буду сильно спойлерить. Вот. Сюжет там хороший. И классно, в общем-то, с завязкой и развязкой. И прикольный герой подобран. И, кстати, персонажи чем-то смахивают на героев из того фильма. Мне кажется, возможно, разработчики из Супер Массив и вдохновлялись. Опять же, той кинолентой. Перевод, конечно, ну, не самый, наверное, лучший. И как-то так урывками он идет, и какие-то нервные все тут. Просто что происходит вообще? Почему они нервные такие? Вот буквально, ну, как недавно. Вот только в один день я записываю просто Man of Medan. И я записывал до этого этот Medieval. Вот там с переводом вообще просто сказочно все сделано. Может быть, потому что все-таки Medieval это эксклюзив, а это мультиплатформа. Возможно, из-за этого. Ой-ой-ой, что такое? В общем, какой-то груз они опасно перевозят. Ударила молния. И пошла какая-то реакция. Может быть, это какой-то газ. Галлюциногенный, а может быть, просто ядовитый газ. Ну, посмотрим, что тут да как. Так. Ага. Судя по всему, вот это, скорее всего, гробики. То есть, флагами закрыты прямоугольные коробки. Скорее всего, это все-таки какие-то погибшие ребята, и они их перевозят. Привет, Дим, приветик. Да вот неизвестно пока, куда мы плывем, потому что первый раз я запустил игруху, и сейчас, в общем-то, и будем разбираться. Не знаю, видел ты, не видел это прохождение этой игры. Может быть, сам играл. Для меня это новинка. То есть, я не проходил и решил сразу писать на Twitch, чтобы поделиться своими впечатлениями от игры. Так. Ну вот, передают нам управление. Первым делом мы можем тут осмотреть какую-то фотографию. Папе, возвращайся скорее. Ага. Значит, у нашего главного героя есть сын, получается. Не просто так он спрашивал у этого старого китайца о сыне. Ну, становится немного нам известней. Ну, больше информации получаем, в общем, о главном герое. Что у нас тут в шкафу? А в шкафу у нас тут трус, друзья. Что за хрень? Ну, просто сказать, что за хрень, когда у тебя выпадает в каюте трупак из шкафчика, мне кажется, эмоции не совсем, не совсем такие корректные. Вот можно еще на него раз посмотреть. Но, так, да, чуть-чуть, ну, больше никаких взаимодействий произвести не удается. Мне кажется, все-таки эмоции должно быть побольше, когда такое происходит. Но, окей, может, это серьезный парень из спецназа. Больше ничего здесь. Ничего нам нельзя подобрать. Нет. Так, дверь. Вот теперь мы, в общем-то, и можем выбраться. Поместь... Пождите, а это... А, это в лазарете он, а это был доктор. А второго поместили в карцер, правильно? Я просто думал, что этот в карцере, и хотел сказать, что у нас дверь закрыта в карцере. И изнутри получается. Так, тык-мык. Тык-тык. Это не сюда. Надо, конечно. Ну, управление, знаете, не то, чтобы прям, прям кривое, но... Возможно, из-за того, что из-за расположения камеры тяжело сориентироваться, куда правильно бежать. Бежать, идти. Так. Это у нас пошла заставка. Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. А вот и наш товарищ в карцере. Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел... Труп. Что в лазарете? Что-то не так. Давай выбираться. Давай выбираться. Ходят они сквозь друг друга. Ну, это нормальная тема. Просто это мистика, все дела. Так, что у нас тут еще? Можно осмотреть. Какая-то записка. Давайте почитаем. Рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии и своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим. По мнению офицера, происходившего арест, ссора могла перерасти в публичную драку и потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль. Десять суток карцера одобрено. Фига там, просто за то, что они даже там кулаками не махали десять суток сразу парням. Жестоко. Тут у нас какой-то сейф. Сейф в карцере. Окей. И он закрыт. Окей. Так, это что такое? Гауптвахта, 27-я неделя. Понедельник. Артур Миллер, рядовой, мелкая кража. Одни сутки карцера. В шкафчике Миллера были найдены вещи старшего офицера. Вещи возвращены владельцу. Среда. Дэвид. Дэвид Дэвид. Другое, значит. Рядовое нарушение режима доступа. Двое суток карцера обнаружен в грузовом отсеке 3А. Без права находиться там. Неповиновение приказу. Пятница, рядовой, первый, я не знаю, Кэйл, что такое? Луис Брэнд. Первого, может быть, класса. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте одни сутки карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии в увольнении на берег. Своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Роберт Рид. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте одни сутки карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии в увольнении на берег. Своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Короче, поголовно они тут бухают Вот такие выводы мы можем сделать Суббота, Чарльз Андерсон, рядовой Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте Драка, 10 суток карцера Обнаружен в нетрезвом состоянии в увольнении на берег Своим поведением порочил звание Американского военнослужащего Артур Миллер А, это все разные, я что-то подумал, что первое Ну тут уже по 10 суток карцера дают По суровей наказания Может просто, чтобы они однажды одумались Джозеф Робертс, рядовой Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте Драка, 10 суток карцера Обнаружен в нетрезвом состоянии в увольнении на берег Своим поведением порочил звание американского военнослужащего Перед отбытием наказания Отправлен в корабельный лазарет Для оказания медпомощи Ага, это мы, получается Мы отправлены были в лазарет И нас ожидает после этого Как бы 10 суток карцера Окей, больше здесь ничего нет Что-то мигнуло О, это что такое? Ёпорест Это что там вообще Это кто-то нахарькал тут на стену Или там мозги чьи-то тут размазаны по стене А это что за дверь? Странная фигня Окей, ну двигаем дальше Где наш товарищ Он тут ожидает нас Канка, что они сквозь друг друга ходят? Не, тут нормально И просто первый Ну, как-то, блин Немного они проходят сквозь друг друга Можно было такой Ой, блин Можно было обыграть-то этот момент Каким-то образом Так, что делать? Спокойно Довите крестик Я уже сразу крестик Нажмите крестик, чтобы попасть Я в такт пульсу Окей Ну, тут не сложно это сделать Возможно, это просто обучение Вначале Дальше, наверное, будет посерьезней Что-то парню Нехорошо Мне кажется, если он повернется Нам кранты Реально Что с ним происходит Безумные глаза В руках ружье И Ложит он, видать, всех налево и направо Кто это? Я Не знаю, кто это Ваш какой-то командир Ох, блин Что это было? Что это было? Че не отвечает Корифан Так, спокойно Че за дверь? Дверь закрыта Побеседовать никак Обсудить там Закрытые двери нет Блин, начинает Быть немножко Стрёмно Но мне нравится Так, тут у нас Тупик Ходит он, конечно Но, знаете, это У всех Интерактивных кино Есть вот этот нюанс Когда он тыкается Мыкается Вроде бы неплохо Так, тут надо тапать Ну Открыли дверь По кнопке, как я бил Сам от себя Такого не ожидал Такое-то безумие Тут творится В общем, есть вот этот нюанс В интерактивных кино В том же Heavy Rain Beyond the Souls Когда ты ходишь персонажем Он немножко Как бы, знаете Ну Цепляет стены Еда Я даже не знаю Как-то Не совсем отзывчиво Но ничего критичного нет То есть Вроде бы Управляешь норм Тут Вопрос в другом Когда у нас начнутся Если начнутся Более динамичные сцены Как там Он будет реагировать Я недавно видел его в столовой Он был здоров как бык Вот бедняга Что-то пакли В неестественной Какой-то позе На полу Тут распор остался Так, это что? Воу-воу-воу-воу-воу Подожди Хочу назад А в эту сторону Там На пакле Мигает У нас Маркер А, тут тупик, друзья Нам остается Только вниз спуститься Слушайте, но Я начинаю немного нервничать Как-то Как-то Атмосфера создана правильно Ну и кстати Операторская работа Я вообще люблю Когда камера Не просто за плечом Закреплена Когда она Ведет героя С разных ракурсов Я считаю Более кинематографичная Тогда выглядит игра И Удерживайте L1 Чтобы идти быстрее Окей Более кинематографично Выглядит игра Но Если операторская работа Проделана правильно Ты сейчас не чувствуешь? Ничего странного Я по-твоему Люблю потрепаться О своих чувствах Какой-то корабль Реально Решетки Silent Hill Блин Вот Но Не всегда просто удачно Бывают все-таки Выбраны ракурсы Но здесь вроде Нормуль Не мне конечно Судить об этом Вот я вспоминаю Всегда первый Silent Hill Там Там у нас было Когда в помещение Заходишь Там в основном Конечно От третьего лица То есть со спины Ты бегаешь Когда по городу Но это заходил Какие-то узкие коридоры Или допустим Дома Там камера То есть С разных ракурсов Показывала персонажа И она создавала Нужный настрой Прям Это атмосфера Ох блин Эй Чак Эй Чак Норрис Бляху Муха И там Ну Я Я всегда положительно К этому относился Вспоминая Резиденты Все там Вообще У нас Если вы помните Первый Второй Третий Резидент Там Везде Камера Фиксирована С различных Ракурсов Сейчас конечно Такие игры Редко делают И вот Например Вот Во что Это все Эволюционировало В такие игры Более интерактивные Кноу Кстати L1 Быстрее ходить Мы можем Забыл я за эту Функцию И Камера Но не всегда Удобно При Такой Подаче Игры Не всегда Удобно Управлять Персонажем Просто Камера Бывает Поменялась И ты Бывает Не в ту Сторону Его Направляешь Так Нашли оружие Сейчас Пойдет Экшен Блин Стремно Но они Какие то Вообще Причарованы Вы Обратили Внимание Мало Так Общения О боже Это не его сын Там бегает Я буду Сейчас Стрелять Мне Пофиг Дети Там Не дети Я Реально Просто На измене У меня Аж Астерический Голос Поменялся Только Не Это Чарли Это Ты че Вообще За Мальчик Эй Да Давай В лицо Ему Стреляй Пошел Вон Ой Охренеть Охренеть Я просто Двинул Он даже До меня Не дотронулся То ли От испуга Сос Помогите Есть там кто-нибудь Где все Меня кто-нибудь Слышит Ну давай же Давай же Черт возьми Это что за хрень Ох Там Что там За чертовщина Зашла Туда Ты сигнал Сос Подавал Мы Мы Прибыли Неудачно Этот парень Тоже Спрыгнул Он хотел Видите Выпрыгнуть За борт Но Лодка Ему Помешала Кстати Корабль Похоже Стоит На якоре Сброшен Он Обец Цепи Хо-хо-хо Слушайте Ну Классное Начало Я прям Не ожидал Не ожидал Что Настолько Будет Интересно И Немножко Стрёмненько Кстати Хочу Ну Хочу Признаться Я прошел Вот этот Первый Эпизод В общем-то После него И начал Записывать Игру И У меня Было По-другому Начало То есть Я даже Не знаю Как Как так Получилось Что Вот эти Вот там Сколько Там 15 минут Да Или 20 Они Ну реально То есть По-другому События Развивались То есть Финал Другой И Это круто Вот это Меня больше Наверное Всего Впечатлило И Это говорит Нам о том Что Игру Придется Проходить Не Один Раз То есть Реиграбельность Проекта Супер Массив Молодцы Дожить до Рассвета Мне очень Понравился Это их Первый Проект Вот Там тоже У нас Был Определенный Выбор Честно Тоже Признаю Что Я не Люблю Сильно Замороченные Игры Прям Что Каждое Движение Шаг Лево Шаг Право У тебя Сразу Меняется Миллион Линий Выстраиваются И там Миллион Концовок Мне Такое Не очень Нравится Все Так Я люблю Чтобы Можно было Проследить Где ты Делаешь Какой-то Выбор И То есть Ну знаете Вот эта Точка От которой Можно было бы Оттолкнуться Чтобы потом Как бы Поменять Свои решения А когда ты Просто В полном Неведении Просто Делаешь Какие-то Действия И оно Меняется 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 Такое Вот я Не люблю Надеюсь Тут Сделано Все-таки От определенного Выбора В диалогах Как бы Развивается Сюжет А не так Знаете Вот Походил По комнатам Просто Тут я Больше Обследовал Этот раз Чем Первый И Финал С этим Ребенком С этим Каким-то Мальчиком Был Другой Я Хранитель Хранитель Историй Историй О любви И злобе Жадности И красоте Жизни И смерти Таких историй Как это Я здесь Чтобы записать То, что вы Расскажете Эта история Еще не дописана И ваши действия Определят Ее финал Вам решать Будут ли жить Те, с кем вы Столкнетесь Или же их жизни Угаснут Безвременно Мы принимаем Решения Руководствуясь Своим Моральным Компасом И с этими Решениями Мы живем Или умираем Из-за них Но не стоит Бояться Смерти Она ведь Неизбежна Такова плата За прожитую жизнь Рано или поздно Ее отдают Каждый Но Никому не хочется Платить раньше срока Правда? Как и в жизни У действий Будут последствия Ваш выбор Непременно Будет влиять На других Я буду Наблюдать За вашими успехами Не вмешиваться Нет Но если попросите Смогу давать вам Подсказки Первую дарю В этом мире Есть картины Которые покажут вам Возможное будущее Сумейте найти И изучить их И они помогут вам Принять Лучшее решение Или точнее Решение Которое Приведет К нужному вам Результату Я прощаюсь Но скоро Мы встретимся Снова У нас будет Возможность Обсудить Ваши Выдающиеся Достижения Или ошибки Которые Вы совершите Достижения бред брат алекса невинность остроумие чтобы это не значило я имею ввиду эти эти показатели алекс мотивация брат бреда неуверенность и парень джулии да по-моему там было написано если не хватит вызовем подкрепление слушай я я там еще ни разу не был в океане не нырял ты мог бы показать как это делается ты серьезно смысле ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу в общем да и так промолчайте смущение мне неловко обида мне надо было работать ну смущение мне неловко я кстати тоже ни одного урока по дайвингу не брал но он водить нормально нырять мы ныряли и все окей я надеюсь и с этими ребятами тоже будет ссылка это камера страта полегче что джулии конрад они ну это как сказать капец богатые и париться из-за мелочей не круто не хочу жалеть что взял тебя неловкость плохо схожу с людьми меня пригласили давайте неловкость плохо схожу ты же знаешь я я тяжело с людьми схожусь все ладно проехали пацик типа такой ботан в очках на самом деле там просто тело аполлона короче кач такой очки убрать это на них просто сделали как-то карикатурными я вот к чему это метафора доверься мне круто извини что сорвался просто учеба в меди сплошной стресс да неужели и еще мы давно не виделись с джулии сам понимаешь итак цинизм всего две недели сопереживания тяжело наверное ну да две недели небольшой срок но ты же брать поддержим братом да кто б сомневался что конрад боится что пива не хватит а это пожалуй лучше куда-нибудь припрятать точно так отношения обновлены ага вот у нас немножко полосочка дорисовалась с алексом мы можем просмотреть за каждого бред сопереживает алексу а бред испытывал неуверенность алекс сказал что стыдится его чё это это то что у меня произошло показать как бред относится к следующему персонажу алекс да тут можно всех проследить персонажей которые нам следует встретятся но сейчас наше задание подготовиться помочь подготовиться алексу слушай можно тебя кое о чем спросить что такое просто я тут пытаюсь принять одно важное решение не просите мединститут нет но ну это тоже очень важный вопрос понимаешь сложно сделать правильный выбор доверься чутью подумай еще осторожность эмоциональность то подумай еще наверно точно готов подумай еще взвеси какие есть за и против привет джулия сестра конрада девушка алекса волнение и безрассудство конрад опрометчивость брат джулии спокойствия промолчает насчет пива спокойствие да круто опасение у меня морская болезнь у меня морская болезнь не у нее не блин на пивка было ли ассоцией а у нас изменились отношения где это произошло что поменялось чё тут ползунки на месте стоят ноги брэдли рэй брэдлбери от морской болезни лекарство одно и оно перед тобой только одну серьезно меня вырвет давайте только одну ладно одну не больше ты брат птица высокого помета помета так и чё ага с конрадом они как я понял немного скорешились раньше уже погружался самоуверенность много раз уныние ни разу не давайте промолчим просто эй да не сытый это весело и где капитан этого корыта опа флис нетерпение капитан дьюков милан смелость нормальный там капитан ты мой капитан предложил бы вам располагаться как дома но вижу шорты правда у капитана мне как маловато слегка но все на борту и готовы отправляться в море может тут чем меньше шорты тем ты больше капитан просто как то так это работает если ты предлагаешь мне кстати антил даун он понравился тем что там знаете прям вот молодежная такая история вот как вот эти фильмы как ну не знаю как крик если вы помните ну и много подобных в этом жанре как то он саспенс по моему называется когда я знаю что вы сделали прошлым летом когда собирается компания людей и потом с ними происходит не то чтобы мистика вот как то и их начинает какой то там преследовать убийца вот такое не знаю что здесь мистика дайвентил даун тоже мистика но там как то вот просто если будет поздно можете в других местах погрузиться я знаю крутые точки тут просто началось все как бы смотреть ну с корабля с такого то с военных а там как то все таки с молодежной компании которые на отдых прибыли так оптимизм бред все рассчитал если он говорит что рэк там он там нет ну решать тебе но знай вечно солнце светить не будет пойду помогу конраду и джулии с камерой что у вас так что тут соотношениями с кем я поругался помирился вроде как все более менее нейтрально белая полоска наверно лучше да чем черная или или как тут это работает пока я короче не разберусь тут есть вот вот такой вот появился у нас моральный принцип здесь мы сделали выбор и предложили бреду тщательно все обдумать вот если мы выбрали видимо что то другое тут бы отметилась соответственно другое решение на кей продолжаем с флис у нас короче не очень вяжется но окей выходит брэд все правильно рассчитал я в нем и не сомневался он молодец здорово помог мы нашли самолет да да времен второй мировой мы готовы нырять по правилам мы должны сообщить о нем портовым властям он не зарегистрирован по правилам точно не хотите сделать все по закону оп опаньки так раздражение какая разница разочарование нельзя нырять давайте раздражение слушай просто скажем потом что ныряли и нашли его какая разница полагается мы чё в детском саду я предупредила да если мы просто посмотрим кто узнает ладно только давайте быстро и ничего там не трогайте а что не дождусь когда можно будет нырнуть я буду первой представляете что за особенности обновлены еще немного и можно будет вас запускать я подготовлю баллоны парни осмотрят снаряжение ты проверь камеру вдруг увидишь что-то полезно да подготовим баллоны а парни пусть осмотрят снаряжение это просто прикольная фраза надо будет запомнить так проверь как там твой брат передают нам управление так 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 стоп 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 да передают нам управление алексом я хотел сказать алекс сразу потом думаю а вдруг все таки это брэд нет брэд это его брат так чему тут можем осмотреть а в бинокль нифига не видать горизонт чист капитан в хвосте есть небольшая дыра посмотри давай глянем приспособа у них крутая это солидный планшет такой морской там в куске металла просто зашит это медленно он листает ну здоровый самолет это какой-то бомбардировщик что ли а я понял я догадываюсь это наверное самолет вот они этот ребята эти в начале которые в карцере там сидели говорят что типа я слышал самолет может быть это он эй и тебе эй и тебе эй и тебе так че там привет снаряжение почти готово небеспокоенность интерес помочь давай спросим помочь может помочь я с ребризером еще не нырял думаю все в порядке но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения должна сказать я пока не в восторге от нашего капитана строгость пока не будем гнать волну поддержка она заработает кучу денег дать она заработает когда уже она от нас отстанет мы же и заплатили целое состояние да уж это точно я понимаю есть правило но если никто не узнает в чем проблема а вот и я о том же ладно я пока займусь ребризерами а потом мы вместе завершим подготовку окей скажи когда будешь готова и опять поменялись отношения я просто думаю что когда r1 ты нажимаешь сразу будет ползунок двигаться но тут как-то отображается он с опозданием то ли вообще просто они уже поменялись за кадром то ли хрен пойми так это чё у нас за дисплей ну это кнопка в педах выключил ладно чё то напряженная у них обстановочка так а это что такое у нас ну какое то удостоверение так имя фамилия филисситы дубуа 83 года рождения, как я понимаю, номер, понятно, дата рождения, номер ныряльщика, 173 сантиметра рост, 120 фунтов вес, цвет волос шатенка, цвет глаз карии, указанный инструктор имеет право проводить занятия по погружению с аквалангом с разрешения Федерации Аквалангистов. Подействителен до 31-12, Саут-Ривер-Авеню, так, Фелисия Дебуа, что-то тут не то, ага, 31-12, 31-12, значит оно становится недействительным, но я правда не знаю, какая дата сегодня, ладно. Что-то он говорит, что-то, что-то не то. Энджела Прэн, солнышко, привет, приветик, рад, что ты заглянула. Так, поговорить с ним можно? Узнать, что там не так-то. Привет. У нас тут правила не просто так придумывают, вам стоило бы об этом помнить. И вежливость, извини, что так вышло, или напор, мы много заплатили, дайте вежливость. Да, ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила, и законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Погружался на пару рэков, поддельные документы, подозрения. А давай подозрения выскажем. Да доверяю, просто не надо тут пальцевера. Вот это временно. У старого срока истека, а продлевать дорого, денег нет пока. Вот вы мне заплатите и продлю. Но это ведь, прямо скажем, не совсем по правилам. Значит, все мы с ними не дружим. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. Так, агрессия кто узнает? В искомерии я все понял. Сколько? Эээ, так. Давайте промолчим. Я с ней как бы согласен. Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Да, такой попец грех подставлять. Так, что там с отношениями? Вообще все испортилось? Ну, как-то, как-то больше в негатив. Все уходит. Давайте все-таки найдем брата, что он там, чем занимается. Оп. Что за картина? Что это вообще такое? Реально, что это такое? Видение открыто, друзья. И что оно дает? Какое-то странное видение. Но, видать, на то оно и видение. Брат как-то там неестественно его подымается. Ладно. Может, у нас будет какой-то... Какой-то тут конфликт. Так, куда дальше-то двигать? Оп. Что это за дверь? Закрыто. Это что у нас? Кухня. Похоже, Джулия взяла с собой все. Если бы не цена, запах и запах. Но она счастлива. Какие-то духи классные. И... Какая-то книжка. Почему не написали перевод? Я просто не знаю, как шрауд переводится. Innocence это невинность. Что-то там невинности. Так, ну больше тут ничего и нет. Ага, вот и брать. Извини, это пиво меня подкосило. Сочувствие. Не волнуйся или строгость надо будет у меня? Сочувствие, конечно. Ох, блин, я чувствую, сейчас начнется жара. Так, отношения тоже обновлены. И вроде мы как с братом дружим. Ну что, погружаемся. В общем, это ребриз. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука. Итак, кислород проверила. Промолчать, флирт. Хорошо смотришься или спасибо за помощь? Признательность давайте. Спасибо за помощь. Ну ладно, рыбки, ныряйте. А я посмотрю, чем занята флирт. Веди себя хорошо. Гапитан, вам с тобой. Так, ножик. Что тут мы еще возьмем? Давайте вот эта палка какая-то. Курс изменен. Палка у меня? Да, я это вижу. Ха-ха. Пользовалась такой? Можно наряд. Против акулы? Нет. Только не забывайте о правилах, пожалуйста. Так, а что у нас тут с отношениями опять что-то произошло? Так, давайте с Джулией теперь поговорим, да? Горечь. Флис достала или сегодня ночью? Романтика. Давайте романтику. Может, включим ее сегодня ночью, когда будем погружение праздновать? А ты свою палку возьмешь? Моя палка, буквально пронзи палубу. Шутники. Шутники. Пронзи ту палку в палубу. Короче, нормальный расклад. Ай, все норм? Более-менее Ой-ё, откуда тут акулы? Она думает, мы будем грабить самолёт? Эй, сувенир? Это круто Без одной вещицы никто не пострадает Я никому не скажу Но вряд ли Рэк проверяют каждый день Вон Силуэт Это он Ух ты А он гораздо больше, чем я думала Чёрт Ещё и нетронутый Это же охренеть, какая находка Давай поплаваем, поищем вход Ну, капитан Как насчёт пьемты со Старпомом? С кем? С каких пор ты Старпом? Молотком? Нет Пылки Юнга? Всё равно нет Пылки Юнга Красавчик клиент Просит тебя Составить ему компанию За бутылочкой ледяного пива Так Безмятежность Почему бы и нет Или не одобрение Я пас Мне нужна трезвая голова Давайте безмятежность Сейчас чё там Бутылка пива Красивый у тебя корабль Где деньги взяла? Долгая история Подавленность или самоуверенность Не спрашивай девушку о деньгах Давайте Подавленность Долгая история Это долгая история Всё сложно Сразу и не объяснишь Да и я парень непростой Давай Ну я несколько раз ходила в банк И подписала там кучу бумаг С большими цифрами Так Ты взяла кредит А ты умнее чем кажешься? Если захочешь Может моя семья Вложится в твой бизнес Признательность Признательность Очень щедрое предложение Или обида Я создала свой бизнес с нуля Давайте дружить с ним Признательность Очень щедрое предложение Думаю его вполне можно обсудить Знаешь что Я лучше позабочусь Чтоб Дюков Милан Вёл себя хорошо Да капитан Так Что тут у нас с отношениями Блин ну чё-то Ничего не поменялось Вот я так смотрю на эти ползунки Мы с Алексом как не Дружили А точнее это Конра Тут почему-то у нас с ним больше негативное Отношение Чем положительное Хотя по сути ничего не происходило Так а что у нас тут с этим Погода ясная Мини компьютером Надо приглядывать за облаками О-оу Становится довольно людно Привет маленькая метка Какими ветрами тебя принесло Так а кто это Давайте может быть в бинокль посмотрим Чё за фигня Кто плывёт Вот у нас бинокль Как-то стало пасмурно То ли туман То ли просто вечереет Ну пока что в бинокль Всё равно Ничего не видно Окей Ничто не предвещало беды И тут Вдруг Эта точка Меня начинает напрягать Честно говоря Так что тут у нас На планшете Ого Какой необычный рэк Теперь не влипнуть бы в неприятности Она как-то гораздо быстрее переключает Просто гляньте тут можно листать Почему нельзя было так листать Блин Первый раз когда тут смотрел Реально на этот корабль Так что если поговорить с нашим Корифаном Ну Ну чё Как дела Спокойся Я расслабляюсь сейчас Можешь сделать Строгость Можно Можешь следить За погружением Следи за погружением Я смотрю яхту Как прикажете Раздражение Я серьёзно Любопытство Я тебя вынесла На берег Что застрял на суше Типа кит Да не Я подумал Зачем тратить время На глубину Когда на поверхности Такая красота Романтика Веселье Здорово Так романтика Надо следить За погружением Но Давайте романтику Мне надо следить За погружением Но буду рада Продолжить этот разговор Чуть позже Я уделю тебе Всё своё внимание Наедине Правда То есть Самокупим Наши представления О мире В приватной обстановке И чё там Оооо Конрад Сразу стал С нами Дружить Капитан Могла я чем-нибудь Помочь Вообще Есть паредии Ооо Я слушаю Может потом Если меня не Выбесишь Понятно Она тут уже Всё тут Начала романтически Крутить Фигли-мигли Так А это чё у нас Как он просёк Что просроченные Просто Права Я не пойму Немножко Где именно Этот подвох Просто тут Дата её Как бы рождения И 31-12 То есть Ну Когда Заканчивается Этот Срок Этой лицензии Немножко Непонятно Так Что у нас В подвале Можем Посмотреть На эту Картину Можем Но на этот Раз Никаких Не происходит Видений